Доброе утро, уважаемые коллеги! Меня зовут Чуланов Владимир Петрович, и мы с вами сегодня будем говорить о важной теме, это современных возможностях и перспективах айтиотропной терапии COVID-19. Как мы с вами знаем, лечение COVID-19 проводится по трем основным направлениям, это айтиотропное, патогенетическое и симптоматическое. Ну и мы с вами сегодня сфокусируемся на первом разделе айтиотропной терапии, поговорим о том, какие препараты сегодня входят в наш арсенал, поговорим о их механизме действия и также немножечко коснемся новых препаратов, которые сейчас находятся на стадии клинических испытаний и в скором времени станут для нас с вами доступны. Ну, первое, с чего мне хотелось начать, это подчеркнуть важность айтиотропной терапии. Вот на данном слайде мы с вами видим результаты исследования, которые показывают зависимость вирусной нагрузки SARS-CoV-2 в плазме крови от тяжести течения заболевания, точнее, наоборот, тяжести течения заболевания от вирусной нагрузки. И мы видим с вами совершенно четкую зависимость, четкую корреляцию. Чем более тяжелое течение SARS-CoV-2, точнее, COVID-19, тем более высокая вирусная нагрузка наблюдалась в плазме крови пациентов. Из этого мы с вами можем сделать вполне правомерный вывод о том, что от активности вирусной репликации зависит вероятнее всего степень поражения органов и тканей и, соответственно, тяжесть течения заболевания. Поэтому возможность на раннем этапе эффективно заблокировать размножение вируса является важным подходом с точки зрения предотвращения более тяжелого течения заболевания и неблагоприятных исходов. Ну и несколько слов о том, какие препараты у нас с вами сегодня есть в арсенале, которые включены в наши методические рекомендации. Один из первых препаратов, который был в России зарегистрирован для этих целей, это препарат Фавиперавир. Мы его хорошо знаем, давно используем. И чтобы мне хотелось сказать об этом препарате нового, то что сейчас были разработаны и зарегистрированы парентеральные формы данного препарата, которые в ближайшее время будут включены в наши методические рекомендации. Сейчас мы с вами пока пользуемся пероральными формами, но в ближайшее время станет доступна и парентеральная форма. Также включен в российские рекомендации препарат Рамдесивир, который является как раз парентеральной формой и вводится внутривенно капельно. И в настоящее время для пациентов, в особенности из групп риска, является препаратом выбора для назначения. Кроме того, в российские рекомендации внесен препарат иммуноглобилин человека против COVID-19 как противовирусный и препараты Умифеновир и Интерферон-Альфа как препараты для лечения легких форм COVID-19. Отдельно скажу про антиковидную плазму. Этот препарат также пока присутствует в наших временных методических рекомендациях, хотя данные по его эффективности противоречивы. Мы с вами знаем, что в ряде исследований не было показано эффективности антиковидной плазмы и даже Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать данный препарат, поскольку не были получены доказательные основы. Но, тем не менее, в ряде случаев использование антиковидной плазмы вполне является обоснованным. Ну, несколько слов о структуре вируса. Здесь он представлен в виде схемы. SARS-CoV-2 это коронавирус, довольно большим геномом, который по размеру более 30 тысяч пар нуклеотидов. Это РНК, содержащий вирус. Ну, и мы с вами видим основные поверхностные белки, шиповидный белок, белок И, внутренний белок нуклеокапсида, мембранный белок. И, в общем-то, все они так или иначе могут являться мишенями для противовирусных препаратов. Вот на следующем слайде мы также можем рассмотреть с вами жизненный цикл SARS-CoV-2 и те этапы, на которые могут воздействовать различные препараты. Первый этап – это присоединение вируса к мембране клетки посредством рецептора ангиотезин-превращающего фермента второго типа. Далее происходит раскрытие вирусной частицы. Внутри цитоплазмы. И начинаются основные процессы транскрипции, трансляции. И здесь участвует несколько ферментов. Это и вирусная протеаза, которая расщепляет вирусный полипротеин, который образуется после трансляции матричных РНК. Это РНК, зависимая РНК полимераза, которая, собственно, размножает геном для последующей упаковки. Ну и последний этап – это сборка вириона и его выход из клетки. То есть, в принципе, на все эти этапы мы с вами так или иначе можем воздействовать. Здесь как раз отмечены на этом слайде самые ключевые белки, которые важны с точки зрения воздействия. И первый – это шиповидный белок. Вот здесь мы можем воздействовать с точки зрения предотвращения и прикрепления вируса к клеточной мембране и дальнейшего его раздевания уже в цитоплазме. И здесь препаратами сегодня, которые мы рассматриваем для данного этапа – это, конечно, антиковидный иммуноглобулин, это моноклональные антитилабы. О них мы тоже поговорим немного сегодня. Ну и, в принципе, на эти же этапы действуют такие препараты, как умифеновир и препараты 4-аминохинолинов, которые мы ранее с вами использовали. Вторая мишень – это РНК-зависимый, РНК-фуилимираза. Это самая интересная мишень, поскольку большинство противовирусных препаратов в первую очередь воздействует именно на этот фермент, поскольку он отвечает за репликацию вируса, размножение вируса, и поэтому очень интересным и важным является блокирование именно этого фермента. Но, кроме того, мы с вами знаем, что потенциальными мишенями для противовирусных препаратов могут быть и другие ферменты, в частности, вирусные протеазы. Мы знаем такие препараты, например, для ингибирования вируса ВИЧ, и даже ранее мы с вами использовали такие препараты, ингибиторы протеазы ВИЧ для лечения COVID-19, но затем они были у нас с вами выведены из наших рекомендаций за не очень высокой эффективностью. Но, тем не менее, данная мишень является также очень перспективной с точки зрения разработки препаратов. И здесь мы с вами видим как раз те препараты, которые входили и входят в наши рекомендации и на какие этапы они воздействуют. Итак, еще раз, первый этап – это этап прикрепления вируса к мембране клеток. И здесь мы с вами вспоминаем моноклональные антитела, антиковидный иммуноглобулин. Ну, как мы понимаем, антиковидная плазма работает тоже здесь, поскольку основным механизмом действия является также антитела, направленные против SARS-CoV-2. Ну, и препарат умифеновир также ингибирует слияние С-белка и рецептора АПФ-2. Собственно говоря, мы называем еще такие препараты ингибиторы фузии, который предотвращает взаимодействие вируса с клеткой. После того, когда вирус уже оказывается внутри клетки, в визикуле, здесь могут оказывать действия препараты из группы 4 аминохинолинов. Мы знаем, что для того, чтобы произошло раскрытие этой визикулы, необходимо определенное PH внутри этой визикулы. И вот препараты из группы 4 аминохинолинов, гидроксихлорохин, они закисляя внутреннюю среду визикулы, предотвращают слияние. То есть, таким образом, также ингибируют процесс проникновения вируса в клетку. Следующий важный этап – это этап синтеза белка на основе матричных РНК, в результате чего образуется полипротеин. Для того, чтобы этот полипротеин разрезать на отдельные белки, которые уже нужны вирусу, нужен фермент протеаза. И у SARS-CoV-2 есть своя собственная протеаза, и, собственно, ее блокирование может быть эффективным подходом. Я уже говорил о препарате Лапинавир, который является ингибитором протеаза ВИЧ, и отчасти также ингибирует и протеазу SARS-CoV-2, в связи с чем он и ранее использовался в нашей с вами практике. Но поскольку эффективность его была довольно низка, этот препарат был выведен из нашей с вами практики. Ну и, наконец, последний этап – это этап блокирования РНК-зависимой, РНК-полимеразы. И здесь мы с вами на сегодня имеем два основных препарата. Это фавиперавир и препарат Ремдесивир, у которых близкий механизм действия. Ну вот несколько, чуть более подробно о механизме действия у мифенавира. То есть молекула мифенавира связывается на границе рецептора, связывающего домена поверхностного С-белка вируса SARS-CoV-2, и рецептора ангиэнтезин, превращающего фермента второго типа. Это создает такую жесткую структуру и ограничивает проникновение вируса в клетку. И в исследованиях, в частности, которые и в Российской Федерации проводились, были получены доказательства такого эффекта. Вот если мы посмотрим с вами диаграмму слева, где зеленые и красные столбики, первый блок столбиков показывает связанные вирионы, и второй блок столбиков показывает несвязанные вирионы. Соответственно, зеленые – это контроль, а красные – это воздействие у мифенавира. И мы с вами четко видим, что там, где связанные вирионы при воздействии у мифенавира, их значительно меньше, чем в контроле, а там, где несвязанные, их значительно больше. То есть препарат предотвращает связывание вируса с клеткой. И в наших институтах, институт имени Мечникова, вирус, институт вакцины сывороток, и в институте имени Чумакова, в центре Чумакова, были проведены исследования инвитра, которые также продемонстрировали специфическое ингибирование, размножение вируса с помощью препарата у мифенавир. Отдельного внимания, безусловно, заслуживает препарат Ремдесивир. У нас с вами он сейчас доступен, и его эффективность была доказана в большом количестве клинических исследований. Они здесь перечислены. Это были многоцентровые исследования, которые проводились в разных странах, и однозначно показали, что препарат эффективен и оказывает ингибирующее действие на вирус SARS-CoV-2. Вот здесь мы с вами видим его основной механизм действия, то есть являясь аденозиновым нуклеотидным пролекарством, которое метаболизируется в клетках организма с образованием уже активного нуклеозид-трифосфата. Ремдесивир вступает в качестве такого аналога аденозин-трифосфата и конкурирует с природным АТФ-субстратом, что, собственно говоря, и приводит к терминированию роста цепи, и тем самым тормозит репликацию вируса. И вот буквально некоторые данные по клиническим исследованиям. Во-первых, было показано, что препарат ускоряет выздоровление и снижает риск смерти по сравнению со стандартным лечением. Здесь в данном случае данные на 14-й день, и мы с вами видим, что вероятность смерти к 14-му дню красный столбик при применении ремдесивира значительно ниже, чем в контрольной группе. Ну и в другом исследовании также было показано, что летальность при использовании ремдесивира значительно ниже на 15-й и 29-й день красные столбики по сравнению с контрольными группами, серые столбики. Напомню, что сегодня в наших временных методических рекомендациях препарат Ремдесивир является отмечен как препарат выбора для пациентов, которые находятся в группе риска. То есть это пациенты старше 65 лет, это пациенты, имеющие неблагоприятный приморбидный фон, то есть сопутствующие заболевания, сердечно-сосудистые системы, бронхолегочные системы, ожирение. То есть для этих пациентов ремдесивир является препаратом выбора, но безусловно не ограничивается этой популяцией. Сегодня в большинстве клиник ремдесивир был получен за счет средств федерального бюджета и активно используется, и мы с вами, в общем-то, знаем о его эффективности. Несколько слов о препаратах из группы моноклональных антител, противовирусных. Эти препараты отмечены также в наших временных методических рекомендациях, как возможное к использованию. Я упомяну несколько, их сейчас у нас есть таких пять препаратов. Это Bamblanibimab, это CVMAP компании Lili, Kazirivimab и Ndivimab компании Roche. Это комбинированные препараты или коктейли, как их иногда называют. Также сюда относятся препарат, монопрепараты Sotravimab компании GlaxoSmithKline и препарат Regdanibimab компании Celltrion. Кроме того, есть еще пятый препарат, который в большей степени, конечно, сфокусирован на профилактику доконтактную, но при этом также может использоваться и для лечения. Это препарат Evusheld или AZD 7442 компании AstraZeneca. Ну, несколько слов о препарате Bamblanibimab, это CVMAP. Это комбинация, которая, по сути, является оба антитела, являются полностью человеческими антителами, которые были получены в итоге из B-клеток, выздоровевшего от COVID-19 пациента. И основной их эффект – это нейтрализация S-белка. То есть они связываются с RBD-доменом S-белка, тем самым нейтрализуя его прикрепление к рецепторам ангиотозин-приворачающего фермента. И в исследовании Blaze была показана эффективность его, снижение на 70% частоты госпитализации и обращение за неотложной помощью и смертью у пациентов с COVID-19. То есть довольно высокая эффективность. Второй препарат, о котором бы мне хотелось сказать, это препарат Sotravimab. Я уже упоминал, это монопрепарат. Это также моноклональное тело, полностью человеческое, которое блокирует определенные антигены в шиповидном белке, тем самым также препятствуя связыванию вируса с поверхностным рецептором. И в исследовании Comet Ice также была показана высокая эффективность, около 80% снижения частоты госпитализации и летального исхода. Ну и наконец, да, здесь у меня не, а вот здесь есть, да, это препарат Cazirimab Ndvimab компании Roche, тоже коктейль антител. По сути, то же самое, тоже полностью человеческие антитела к двум антигенам S-белка. И в исследованиях было показано, что снижение риска госпитализации смерти при их использовании составляет около 70%. Да, и препарат Regdanvimab компании Seltrion, это монопрепарат, также являющийся человеческим моноклональным антителом, который сегодня зарегистрирован и в Европе, и в Соединенных Штатах для лечения пациентов с COVID-19. И в исследованиях также была показана его эффективность на уровне приблизительно 70%, которая сокращает частоту госпитализации и смерти пациентов с COVID-19. Несколько слов о профиле резистентности различных моноклональных антител COVID-19. Здесь приведены некоторые данные по их эффективности в отношении различных штаммов. И нужно упомянуть, что все из мной перечисленных препаратов активны в отношении вируса Дельта, который у нас сейчас пока с вами доминирует, и в отношении варианта Omicron, который сейчас начинает набирать обороты и активно распространяться, эффективность препаратов БАМЛАНИВИМАП и ТСИВИМАП, КАЗИРИВИМАП, НДВИМАП и РЭКДАНВИМАП несколько снижена. Такие исследования сейчас еще продолжаются. По предварительным данным, эффективность препарата СОТРАВИМАП сохраняется такой же и для препарата, и для штамма Omicron. То есть для него не отмечено, по крайней мере, в предварительных испытаниях снижение эффективности. В отношении, кстати, препарата ЭВУШЕЛ также получены данные о том, что эффективность его сохраняется в отношении штамма Omicron. Эти препараты, о которых я сказал, уже получены в регионах. Пока закупки были проведены в небольших объемах, поскольку препараты не зарегистрированы и ввозятся по временному разрешению. Но, тем не менее, во временных методических рекомендациях у нас сейчас четко прописаны группы, приоритетные по их применению. И приоритетная группа первого уровня это беременные и родильницы. которые имеют хотя бы один фактор риска и пациенты с первичными и вторичными иммунодефицитами. По вторичным мы в первую очередь подразумеваем пациентов, находящихся на химиотерапии, пациентов с гемобластозами, где наиболее глубокое подавление иммунного ответа. Ну и к приоритетным группам второго уровня относятся пациенты старше 65 лет, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию. Тяжелый сахарный диабет первого-второго типа, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, в том числе есть сосудистую недостаточность третьего-четвертого функционального класса, тяжелые обструктивные болезни легких и некоторые другие патологии. Это все приведено во временных методических рекомендациях. Пожалуйста, обращайтесь. Ну, еще несколько слов о схемах, которые приводятся. У нас есть ряд схем для амбулаторного лечения для легкого течения с применением и препаратов умифенавир и фавиперавир в комбинации с препаратами интерферона. Для среднего тяжелого течения у нас рекомендуется препарат все-таки фавиперавир в большей степени и в комбинации также с препаратами интерферона. Для легкого течения на амбулаторном этапе мы рекомендуем фавиперавир и ремдесивир. Уже в первую очередь умифенавир на стационарном этапе сейчас выведен из рекомендаций. Для среднего тяжелого течения у нас остаются те же опции фавиперавир и ремдесивир в качестве противовирусных препаратов. Ну, собственно, как и для тяжелого течения. При тяжелом течении сейчас рекомендуется именно препарат ремдесивир. И когда станет доступен препарат фавиперавир в инфузионной форме, также он будет рекомендован для более тяжелого течения заболевания. И разрешите в заключении познакомить вас с некоторыми данными о новых препаратах, которые в настоящее время практически завершили свои основные этапы клинических исследований и уже находятся на этапах регистрации. Один из этих препаратов это препарат Пакславит или его некоммерческое название НЕРМАТ РЕЛВИР в комбинации с Эйтенавиром он используется как препаратом, изменяющим фармакокинетику препарата. Значит, вот этот препарат как раз является уже специфическим ингибитором протеаза SARS-CoV-2. Помните, мы вам с вами об этом говорили. Наконец появился специфический ингибитор именно это протеаза SARS-CoV-2 и он выступает в качестве такого фармакокинетического бустера, ретенавир выступает в качестве фармакокинетического бустера, а сам Пакславит представляет собой первый в классе препарат вот с таким уникальным и теотропным действием. Интересно, что буквально вчера этот препарат получил одобрение FDA в Соединенных Штатах и получил разрешение для применения. Кроме того, Европейское медицинское агентство по лекарственным средствам выпустило рекомендации по использованию этого препарата в Европейском Союзе и в настоящее время он находится на регистрации в Российской Федерации. Важным результатом клинических исследований второй и третьей фазы вот они здесь приведены, является довольно высокая активность нервматрилвир снижает риск госпитализации смерти ну практически на 90%, на 89% в течение трех дней появления симптомов и на 80% в течение пяти дней от начала симптомов. То есть обладает такой высокой активностью в отношении SARS-CoV-2 и является довольно перспективным препаратом. Еще один новый препарат, о котором бы мне хотелось сказать, это препарат молну-перавир, препарат компании Merck Sharp & Doum, который представляет собой производное производное рибонуклеозидо и по сути также ингибирует РНК-зависимую РНК-полимеразу, как у нас уже есть два препарата таких, это фави-перавир и ремдесивир, то есть механизм действия у них близкий. Особенность молну-перавира является в том, что это пероральный препарат, который может применяться на амбулаторном этапе и показал наибольшую эффективность на при применении до пятого дня начала заболевания. Поэтому очень важно этим препаратом лечить именно максимально рано, когда он появится в нашем с вами арсенале. На этом слайде механизм действия более детально приведен, но он на самом деле стандартный, который мы много раз уже с вами обговаривали, это ингибирование РНК-зависимой РНК-полимераза. Некоторые результаты промежуточного анализа третьей фазы МОВ-АУТ исследования по сути, если коротко, было показано, что МОЛНУ-ПИРАВИР снижает относительный риск госпитализации и смерти на 50%. Тоже хорошие результаты, которые позволяют говорить о высокой эффективности данного ингибитора РНК-зависимой РНК-полимеразы. Ну и, наконец, также вчера был зарегистрирован в Российской Федерации еще один препарат, это препарат МИР-19 разработки Института иммунологии ФМБА, который является по своей сути интерферирующей РНК. Это такой генотерапевтический подход, который позволяет с помощью коротких РНК блокировать определенные гены, в том числе и гены вируса. И именно вот такой механизм действия имеет МИР-19. Вот здесь показано схематично интерференция РНК, это механизм негативной регуляции экспрессии генов на посттранскрипционном уровне. И вот с помощью таких малых интерферирующих РНК можно практически заблокировать любой ген, который необходим, в том числе и вирусный. И в исследованиях также была показана эффективность препаратов, я приведу только модельные исследования на подавление вирусной нагрузки в легких, то есть очень четко было показано, что на шестые сутки она значительно снижается. Ну а мы с вами понимаем, что противо такая вирусная активность она у нас по сути предотвращает негативное развитие дальнейшего процесса. На этом я, пожалуй, закончу. То есть мы с вами рассмотрели и те препараты, которые мы с вами уже сегодня применяем в нашей практике и те, которые являются перспективными и возможно в ближайшее время также станут нам доступны для использования в практике. И я готов ответить на вопросы, если они есть. Вопросов, я так понимаю, нет. Тогда, дорогие коллеги, я благодарю вас за внимание и желаю вам хорошего дня. Всего доброго. Продолжение следует...